Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии. Война в Сирии Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии 2.14.24 октября 2019 года. Обновлено 2.32.24 октября 2019 года. РИА Новости Андрей Стенин Украинские военные стреляют фосфорными зажигательными снарядами. РИА Новости Андрей Стенин Москва, 24 октября Новости Председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета СДС Политического крыла сирийских демократических сил Ильха Махмед заявила в ходе своего выступления в Конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии, передает агентство РИДО Они, Туркерет, использовали химический газ фосфор против мирных жителей. «Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей», приводит агентство слова Ахмед. Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции о защите жертв войны в случае, если вследствие этого гражданским лицам грозит опасность. Ахмед также сообщила, что из-за турецкой операции 300 тысяч человек покинули свои дома, 250 человек, большинство из которых дети, погибли, еще 300 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того, она заявила, что в результате операции ряд боевиков террористической группировки «Исламское государство», включая шестерых граждан Франции и двух бельгийцев, сбежали из тюрем. Вчера, 22.44 война в Сирии. США безуспешно пытаются вернуться в игру в Сирии, заявили в Сафеде. США и Турция 17 октября договорились о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-ти километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 МСК во вторник. Во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на границу с Турцией за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Вчера, 22.46 РИА Новости Новые российско-турецкие договоренности по Сирии. Новости Новости Новости